Воркаут в пляцовке городок Паркуру и самый великий Украине скейтборд парк. У столицы на улице Столетова празд месяц заявится масштабный стадион для занятков в уличными видами спорта. Белизарный парк обед на Амальдесять видов экстремальных пляцовок. У Тымлику тут у першиню заявятся и в уличные тренажеры для людей с обмежованными махчимостями. На будовничий пляцов с экстремального мегаполиса побывал Ян Пашкевич. Я, наверное, коломиста учил выкат на руку. Сейчас это у меня хорошо получается. В общем-то, это производит впечатление на народ, потому что мало кто так может. Ритмичные биты музыки R&B Антон Жарко отшивая усим телом и перетворяя их у видовичной рухи, складанная сальто и акробатичные пируэты. Брейк-дансом в уличный танцор захопился 6 годов тому. За этот час неодноразово становился переможцем республиканских и международных танцовальных конкурсов. Наверное, самым зрелищным является пауэр-мув. Это именно кручение на голове, гелик, трек, аэрфлайер. Это очень зрелищно и сложно достаточно физически. В основном надо держать баланс, но физическая подготовка должна присутствовать. Разом с иншими аматорами в уличных танцах каникулы Антон проводит в профильном дженном лагере Центр додатковой эдукации детей и молодости Виктория. В штуденном раскладе починающих брейк-дансеров двухразовые тренировки и танцевальные дуэли. В оба же свои занятки ладить еще один музычный отрат. Девчаты отточивают мастерство сучасного танца. У нас кроме брейк-данса работает также кружок граффити, который был первый, наверное, в нашем городе Минске точно по данному направлению. Ребята также, кроме оформления нашего центра, также каких-то объектов нашего района сотрудничают с администрацией района. Раз месяц в уличные артисты-початковцы смогут тренироваться и выступать у нового экстремального парка под открытым небом. Велизарный стадион для занятков в уличными видами спорта узвозят на улице Столетова. Если на этом месте спортсменов экстремалов несут стресс, тут еще протягиваются будовничные працы. Но уже можно увидеть омаль готовые пляцовки для воркаута, паркура и скейтбординга. Так само уже докладно понятно, что весь парк будет покрыт вот такими плитками сгумы. Это свой особенный матрас для спортсменов, который будет оборонять их от отрывания травмы. Стретбольные поли, детячие тренажеры, аттракционы и танцевальный рынок. Для занятка урозными видами экстремального спорта 10 пляцовок. Тут же заявится самый великий украинский парк. Освоить десятки акробатичных маршрутов можно будет в двухповерховом городке для паркура. Установлен будет небольшой парк для людей с ограниченными возможностями, то бишь инвалиды, колясочники, шесть тренажеров, куда люди смогут заехать и делать упражнения. То есть это, конечно, эксклюзив. Будовництво парка завершится в сярадине Жнивне. Потом за его оздобление возьмутся граффитисты. Урочистая открытия великой экстрем-пляцовки запланована на день города, 3-го вяресня. В этот день новая арена примет международную молодежную олимпиаду по экстремальным спорте. Минск, Стрельдгеймс, Ян Пашкевич и Александр Шостакович, агентство Телиновин.